Машинное обучение Оказывается, что эта область, она включает в себя знания и материалы, опыт из различных других областей. Вот мы с вами, как правило, разработчики, да, кто-то из нас может быть с неким математическим бэкграундом, кто-то там ковырялся в Unix, кто-то хороший код пишет, кто-то, например, не знаю, там в матстатистике, да. Но это все машинное обучение затрагивает все эти куски. Причем машинное обучение не прощает нам какое-то дилетантство. А мы с вами, я скажу честно, мы дилетанты. Мы дилетанты, мы не можем ориентироваться во всех этих областях. Это большая проблема. Это понимают современные исследователи машинного обучения. Вот профессора различные, коллеги из Гугла. Ну, литературка сейчас есть. Получается, что вот Яндекс, например, у нас в России этим занимается подробно. Получается, что все хотят заниматься, да, а людей, которые разбираются во всех этих областях хорошо и могут эгретически соединять вещи, их нет. Нет. Когда мы идем в Википедию или в Гугл, пытаемся понять, что такое логистическая регрессия, мы сходим с ума. Реально. Вообще нормальный человек не поймет, что это написано. То есть математики – это отдельная культура, понимаете, которая живет по своим законам. Мы, разработчики, кстати, тоже живем по своим законам. Если я буду говорить с Сашей Демидовым про TCP-IP-стэк, про диаграмму состояния, датаграммы и так далее, ссылаться на авторов Unix, математика нас тоже не поймут. Получается, что когда мы захотим с вами получить информацию, мы сойдем с ума. Теория множеств, теория вероятности, математическая статистика, высшая математика, ряды, комплексный периметр. Вы понимаете, что происходит? Вы не получите, как обычно в Гугле, справку. Вы не поймете ничего там. Зайдите на сайт www.machinecleaning.ru. Это информация с сайта машинклининг. Ничего не понятно. Мы понимаем, что вы можете сказать, дайте нам что-то почитать на эту тему. Начнете что-то читать, наверное, обратитесь к нормальным книжкам. Нормальным книжкам, например, выгодский справочник по математике. Кто знает эту книжку? Замечательная книжка вообще. Ее надо читать и перечитывать. Ну и, конечно, справочник по высшей математике нужно. Вообще надо вспомнить, чему нас учили 20 лет назад. Надо влезть в теорию вероятности, потому что мат ожидания, ковариационная матрица, дисперсия, среднеквадрическое отклонение. Это все мы еще помним. Медиана, мода, среднегеометрическая. Это вообще я вам сейчас булшет лью. Эти все термины мы вообще должны знать. Дальше что в теории вероятности творится? Функции комплексного переменного. Центральная предельная теорема. Теорема Байса. Там веселее становится. Получается, что мы вот это все кинемся туда, а потом поймем, что нам нужно эту книжку читать ребятам о зверятах. Это нас утешит. Кто играл в Диабло 2? Мы с вами понимаем интуитивно, что нормально прокачать можно только один персонаж. Это реально, да? То есть надо хорошо так либо за волшебницу, либо за некромансера, либо за барбарина. Я за барбарина прошел, Диабло, и за некромансера попытался пройти. То есть это годы, понимаете, в рабочее время игр, да? И получается, что вот мы с вами на самом деле представляем какую-то расу, вот если честно. Мы с вами какая-то раса. Разработчики, это гномы, да, я думаю, там барбарианы, там, ну, маркетологи. То есть где-то математик, где-то разработчик, где-то статист, где-то аналитик, где-то бизнес-аналитик. Хорошо разбираться везде нельзя. Что же делать-то вообще? На самом деле сейчас никто не знает, что делать с этим. Проблема есть, а что делать никто не знает. Забудьте все, что я сейчас говорил. Давайте вот все-таки мы… Я все-таки хочу попытаться дать рецепт. И, например, каратэ. Как формировалось каратэ, помните, да, Окинава. То есть были, значит, высокооплачиваемые люди, да, под названием самураи, можете меня критиковать. Ну, в общем, были крутые чуваки, у них было много денег, много жен там, и большие острые дорогие мечи. А на Окинаве были крестьяне, и они хотели за себя постоять, и они учились драться. Драться с самурами, драться просто так. В итоге, чем отличается мастер в каратэ от бойца? Знаете, оба дерутся хорошо, но мастер может драться всегда по-разному, поэтому его сложно убить. А боец дерется хорошо, и мастер его может убить, но другой боец, обычно бойца, как правило, не убьет. У них будут равные силы. Поэтому в бигдате я хочу вам предложить способ каратэ. То есть знать небольшое количество вещей, там, пять ударов, да, но знать их хорошо и разбираться в этих терминах. А мастерами, ну, кто-то, наверное, из нас через какое-то время станет, если книжки почитает, или вот будет там интенсивно заниматься. Поэтому, в общем, ничего страшного нет. Я сейчас попытаюсь вам простыми словами рассказать, что сейчас существует в бигдате для электронной коммерции, так, чтобы вы поняли. Я не буду заниматься вот этим жутким хардкором математическим. Я пытаюсь просто это сказать вот для нормальных людей. Ну что, поехали. Первое, что нужно знать, мы повторим. Вот это реально, вот, ребят, есть некоторые вещи, которые нужно вызубрить. Хотите или не хотите, но на красный свет дорогу нельзя переходить. Можно с этим и соглашаться, но чем-то закончится. Посмотрим виды машинного обучения, как качество их оценивать, как видеть изнутри, как они работают и какие полезные кейсы есть по ним в электронной коммерции. Первое, нафига нам нужно вообще машинное обучение? Зачем это придумали? Мы же с вами разработчики. Ну, все, они, да, налили кофеечко, продумали алгоритм, да, закодили его, он работает. Зачем машинное обучение? Что это вообще такое? Проблема в том, что есть ситуации, когда данных много, экспертов в этой области мало, данные непонятно как друг с другом связаны сложным образом, и там многомерность и так далее, у вас мало времени, и вам нужно, чтобы компьютер за вас эту дурную работу все сделал. Он чему-то научился, и научился принимать решения. Теория вероятности, кстати, это тоже вот халтура такая научная, потому что основные положения теории вероятности говорят о том, что сесть и продумать все связи, между сущностями. Можно, но это очень долго, дорого, например, для полета снаряда рассчитывать, для дальности полета снаряда. Все снаряды отличаются по весу, и температура отличается, порох отличается, понимаете, угол на окно орудие, всякие погрешности. То есть можно, в принципе, все это учесть, но вы будете 10 лет писать эту модель, и выйти на пенсию, так и ничего не решите. Поэтому придумали теорию вероятности. Раз, в среднем, в чем-то меряю, то же самое машинное обучение. Давайте в среднем научим машину думать побыстрее на этих данных, и пусть она дает нам результаты. Вот понимаете суть, да? Для этого это придумали. Машинное обучение, это когда данных много, и надо быстро вот такого чувака сделать, и чтобы он пошел там стрелять, стрелял там, боролся с преступностью. Да. Чему можно компьютер научить? Это очень важные вещи. Их нужно запомнить. Компьютер можно научить классифицировать вещи. Определим, мужчина или женщина. Он, конечно, зависнет, я понимаю. Но на самом деле в реальных кейсах это работает. То есть пол можно определить, мужской, женский. Спам, не спам. Ну, знаете, классификация в почте. Мультиклассовая классификация. Камень, ножницы, бумага. То есть выбрать, например, определить уровень дохода какого-то клиента. Средний, низкий, высокий. Это называется мультиклассовая классификация. Запоминайте, да. То есть бинарная классификация. Да, нет. Мужчина, женщина. Мультиклассовая классификация. Компьютер может учиться сам. Это в задачах кластеризации. Он берет данные и понимает, как их раскидать. А есть задачи, где компьютер нужно учить. То есть говорить, это мужчина, вот это вот мужчина, надо сказать. Что-то женщина там. Понимаете? То есть два вида обучения. С учительом и без учителя. И еще компьютер можно научить предсказывать циферку, регрессию делать. То есть это понятно, Пол. Что такое регрессия? Допустим, у меня есть база данных по квартирам. Район, площадь, наличие детского садика рядом, наличие метро. Вы понимаете, это какие-то атрибуты. И есть цена этой квартиры. Что делает регрессия? Я обучаю модель, потом ввожу данные новые, новые атрибуты, и она мне предсказывает цену. Автоматически модель умеет циферку предсказать. Это называется регрессия. Понятно, да? Идем дальше. Как компьютер это делает? Надо всегда понимать немножко, почему он это может делать, чему он учится, как он вообще может что-то потом нам давать полезное. Мы быстренько пройдем вот эти темы. Перцептрон, нейронная сеть, байс-классификатор, дерево решений, рандом форрест, бустинг и скрытые модели Маркова. Это все термины очень важные. Они сейчас активно муссируются на конгрессах математических, вообще в области бигдаты. Надо понимать хотя бы немножко, что они значат. И мы сейчас по ним аккуратненько пройдемся. Перцептрон. Кто делал в ВУЗе работы, связанные с перцептроном? Вот сколько людей у нас. На самом деле, всегда люди пытались узнать, как работает человеческий мозг. Ну, значит, вскрывали голову людям, а человек умирал. То есть проблема, как сделать, иголки втыкать там, да? И слишком нейронные клетки у нас маленькие. Нашли, значит, после войны два ученых, нашли кальмара. Оказалось, что у него нейроны большие. И начали с нейронами экспериментировать. И оказалось, что модель нейрона, в принципе, довольно проста. Ее можно даже вот так вот сделать, либо проволокой, либо модель компьютера. Не спите, тут очень интересно. Суть в том, что легко закодить. То есть на вход что-то подаете, например, цифры. Ну да, значения цифр, цены на недвижимость, площадь квартиры и так далее. Это все об этом. Потом каждый у вас, каждый кружочек в середине, это нейроны, это модель перцепторная, это нейроны. Он принимает эти все значения, но вы раскидываете веса. Вот веса, которые он принимает, то есть количество сигналов, которые доходят, это можно варьировать с помощью математических методов. И на выходе он может предсказать вам и пол, и возраст, и стоимость квартиры. Представляете? Вот эта штука даже проста. Единственное, у нее недостаток. Это линейно. Он может предсказывать, только разделяя элементы линейно в пространстве. Если это двумерный пространство, это линия. Если многомерный пространство, например, много измерений, это он будет гиперплоскость делать. То есть он так работает. Понятно, да? И даже эту штуку можно эксплуатировать и заниматься связанными задачами, связанными с линейной регрессией. Вы можете точкой разделить пополам. А если добавить в него промежуточный слой, скрытый слой так называемый, тупо втыкается еще несколько вот этих вот… Видите, еще один слой со связями. Понимаете, здесь связи все на все. Ничего тут сложного вообще нет. Это можно прийти сейчас вечером дома закодить и за полчаса посмотреть, как это работает. Это элементарные вещи. Единственное, надо научиться эту штуку обучать. Когда вы добавляете второй слой, как правило, больше слоев не рекомендуется добавлять, вы получаете многослойный перцептон, нейронную сеть. И эта штука, за счет того, что добавлен второй слой нейронов, она может делить данные не пополам, да, линией, а делать в такие различные фигуры. И математически там доказывается, почему это возможно, там нелинейность добавляется, то есть она может аппорсимировать любые поверхности. Поэтому можно, не знаю, лица угадывать и так далее. Вот эта штука, она очень перспективна, она давно используется, она хорошо исследована и сейчас она, так сказать, в почете большом. Поняли, да? MLP, мультилейер перцептрон и просто перцептрон, который создан на основе замучивания кальмара двумя учеными после войны. Идем дальше. Это вообще святое, Томас Байес. Байес, это был математик английский и священник. В промежутках между богослужениями, значит, он думал, да? Он думал, анализировал и придумал такую вот теорему Байеса. Причем, ну помните, наверное, да, и не грузите вас в теорию вероятности. Здесь идет речь о том, о полной вероятности и условной вероятности одного события другого. То есть на самом деле вся эта теорема, она визуально представляется в виде двух пересекающихся кругов. И все. Вот это все. То есть он сказал, что площади равны, что с этой стороны меньше, что с этой стороны мерить. Записывается это так. Суть в том, что эта теорема и классификатор Байеса вообще используются почти везде. Фильтрация почты. Спам не спам. Это Байеса классификатор. Как он работает? В отличие от вот этого кошмара с нейронами, он вообще работает по-другому. Анализируются данные ваши на входе, которые есть. По квартирам, либо людям, либо по именам, по буквам. Считается частота их появления. То есть считается, какие там варианты на выходе появляются. То есть происходит. Я могу, конечно, подробно рассказать, как это делается, но я не хочу с этим говорить. Короче, принцип работы другой. Принцип работы основан на теории вероятности, на математической статистике, на выходе. Вы получаете набор коэффициентов. И потом, подавая на вход, например, набор слов, которые встречаются в письме, или все слова, которые встречаются в письме, система очень быстро вам скажет, спам это или не спам. Этот классификатор гораздо проще, я бы сказал, закодить. Он гораздо быстрее, я думаю, будет работать и учиться, чем нейронная сеть. И он хотя бы понятен, он больше понятен, чем предыдущий вариант. Поэтому, когда у вас задача стоит быстро, научиться классифицировать пол, например, или даже можно, ну, несколько классов он может отгадывать. Поэтому смотрите с помощью, это самый простой вариант. Его придумали еще давно, да, вы понимаете, но раз его придумали, то это нужно знать. Люди вот даже на спине этот закон пишут, а вот даже вот в виде газовых лампочек. Идем дальше. Дерево решений. Это тоже нужно знать. Суть какая? Вам нужно, допустим, перед вами стоит задача быстро научиться определять, летающее это животное или это ползающее животное. Вы можете спрашивать, есть ли у него лапы, допустим. Да, есть. Есть ли у него хвост. Да, есть. Есть ли у него глаза. Да, есть. То есть вы будете спрашивать, есть ли у него пищевод, есть ли у него там нос, есть ли у него там, не знаю, хвост. Это все у вас не приближает к решению задачи. А достаточно спросить, есть ли у него крылья. Да, летающее животное. Ну, допустим, как правило, то есть есть наводящие вопросы, которые позволяют очень быстро разделить множество возможных решений на две части. Поэтому по этой сути работает дерево. Дерево решений. То есть у вас есть на входе атрибуты и какие-то результаты. Пол, уровень дохода или, допустим, задачи какой-то регрессии можно делать. Что вы делаете? Дерево смотрит эти все атрибуты и ищет атрибут, который делит данные вот так вот. Что можно, например, спросить, имеет ли крылья или нет. И сразу разделить, понять, где вы находитесь. Поэтому дерево решений и используется для этого энтропия. Энтропия, ну, это элементарно, как бы, из теории информации это вообще взято. Это насколько хорошо делится по этому атрибуту, на результате еще данные. Я без деталей сейчас это рассказываю. Понятно. То есть вы можете натренировать ваш классификатор. Он построит внутри себя дерево решений, которое будет работать так. Кстати, знаете, что это за дерево решений? Это дерево выживших при катастрофе в Титанике. То есть если это мужчина, да, если это мужчина, то выживало 36%. Если это женщина, нет, если это мужчина, да, если не мужчина, то выжило 36%. Если это мужчина, то в возрасте меньше 9 лет 61% погибло, да. Если больше 9 лет, да, мы тоже определяем, выжили или нет. Вот в чем суть дерево решений. Помимо того, что эта штука строится довольно быстро и понятно как, можно вскрыть построенную модель и посмотреть, как она работает. Мы дальше поговорим, где это можно использовать. То есть это как работает дерево решений даже понятно после того, как она построилась. Это жареные крысы, кстати, изображены. Это random forests. Random forests – это набор деревьев. Как это работает? То есть доказано, что можно сделать много маленьких деревьев, которые плохо работают, глупенькие, как крысы. Но когда мы результаты их работы соединяем вместе, результат получается лучше, гораздо лучше, чем одно такое навороченное крутое дерево построить. То есть понимаете, в чем тут суть? То есть можно с помощью маленьких таких элементов умных, которые можно обучить, создать лес, random forest. Потому что в этот лес добавляется элемент рандомизации для того, чтобы он работал вместе. Получается, симфония маленьких решающих деревьев позволяет решить задачи лучше, распознать образ лучше, чем одно. В этом суть. Этот алгоритм сейчас очень популярен. Почему? Потому что он позволяет, он работает параллельно. Можно на куче дешевого железа развернуть миллионы тысячи деревьев и провести машинное обучение, которое будет работать на уровне лучших аналогов, которые сейчас вообще в мире есть. Этот алгоритм, он вообще такой, напоминает автомат Калашникова, он очень эффективный. Есть еще бустинг. Это тоже алгоритм. Я нарисовал. Ну здесь смотрите, в чем дело. Я нарисовал строителей. Почему? Потому что его объяснить гораздо сложнее. Ну надо объяснять как-то, да? И вот как я его коллегам объясню? Бустинг работает немножко по-другому. Он выкладывает деревья, строит деревья одно за другим, и каждое следующее дерево учится на результатах предыдущего. При этом модифицируются данные. И на выходе он тоже позволяет делать такие вот интересные вещи. Данные распределенные кольцами, он позволяет классифицировать. Это задача сложная, считается. Поэтому бустинг, это сейчас тема тоже обсасываемая, очень такая важная. Они много говорят. Вы должны знать, что это такое, как он работает. Но он гораздо дольше работает. Если мы random forest сможем раскидать на дешевом железе и просчитать параллельно и быстро, то вот чтобы алгоритм бустинга применить, ada-бустинг, это не из вариантов, адаптивный бустинг, вам необходимо это дерево многократно научить. То есть одно дерево научили второе, третье, четвертое, пятое, тысячное. Это большая проблема. Это долго. Поэтому знайте об этом алгоритме, но имейте в виду, что он долгий. Идем дальше. Скрытые марковские модели. Кто слышал про скрытые марковские модели? Мало людей, к сожалению, да. Во-первых, мы должны знать, что это такое. Мы должны знать, что в их теории и реализации принимал участие наш известный великий математик Андрей Андреевич Марков. Модели Маркова, они популярны вообще в мире. Их активно используют в Гугле и не только в Гугле. Но, кстати, Google PageRank, алгоритм же знаете, он выведен, теория этого алгоритма, через использование модели Маркова. Суть модели Маркова очень проста. Не буду углубляться в нее, но, короче, я по-другому скажу. Как они работают, модели Маркова? Они работают следующим образом. Смотрите, есть состояние холодно, то есть высокая температура, высокая или температура низкая на улице. Вы не знаете, какая температура. То есть вы не знаете, в каком статусе находится улица. Высокая температура или низкая. Но вы по признакам, признаки вам известны. Светило солнце, шел дождь, были тучи. И вам дается набор, например, за месяц вот этих вот значений. Солнышко, дождь, солнышко, дождь, тучи. Стрелочки – это цифры над стрелками. Это вероятности, например, если солнышко, то с вероятностью 60% тепло, и с вероятностью 30% – это холодно. Понимаете, да? Если тучи, то с вероятностью, ну, то есть понимаете, раскидывают с вероятностью. То есть если тучи, то тепло с вероятностью 10%, а холодно с вероятностью 0,4%. То есть как это работает? Когда вы получаете список состояний вот этих вот, вы можете определить, просчитать, в каком состоянии внутреннем, скрытом состоянии находилась система. Для чего это делается? Когда вы анализируете, например, действия клиента, оплатил карточкой, да, обратился к техподдержку, совершил заказ, посмотрел элемент каталога, вы можете эти действия привязывать к скрытым действиям, например, действия, показывающие уровень лояльности клиента к вам. Низкий, средний, высокий. И по действиям вы предсказываете, в каком состоянии находится клиент. И если он вчера находился в высоком состоянии лояльности, завтра в среднем, послезавтра в низком состоянии, вы увидите, что тренд у него упал, нужно что-то с клиентом делать. Вот для этого, в частности для этого, эти модели можно использовать, они активно используются. Как мерить качество? Вы будете смеяться, наверное, модели, но один из сейчас популярных показателей, это ROG, это ресивер, характеристика работы приемника. Часто используется эта классификация. На самом деле она придумана была после того, как японцы разбомбили на Перл-Харбор. У наших коллег американских плохо работали радары, и после этого они за это взялись и разработали характеристики для улучшения качества. А по сути, вы должны знать, что существует на самом деле только одна хорошая, понятная всем мера работы математических моделей предсказательных, это матрица Confusion Matrix называется, в которой вам говорится, в данных у вас действительно находится первая группа, к первой группе, допустим, количество элементов, сразу говорится, сколько элементов, например, 52, второй группе 76 элементов. То есть нет, вы суммируете эту колонку и определяете, сколько у вас в данных, например, первая группа у вас 52, 85 элементов содержится, на самом деле всего. А когда вы предсказываете, оказывается, что вы предсказали первой группе только 52 элемента, вторая 32, третья 0, четвертая 1. То есть при предсказании вы все элементы размахливали по остальным группам. Понимаете суть? Очень простая суть. И таким образом вы смотрите, что если у вас модель работает идеально, у вас где-то диагональ заполнена цифрами, а остальные квадраты пустые. Если модель работает нечетко, вы увидите, насколько нечетко. И можно посчитать recall и precision, два, как бы сказать, две метрики. Но по сути, знать только нужно, что есть confusion matrix, и она позволяет измерять работу классификаторов, там, бинарных и небинарных, мультиклассных классификаторов. Эффективно и понятно, и наглядно. Все. Вот это уже хрень. Она менее понятная, которую вы придумали после Перхаббара. Знаете, что она есть? И там еще ария, undercurve. Ну, пока туда мы в эти дебильные лезем. Теперь, значит, где и что применять? Смотрите, сейчас будет, наверное, это самый интересный слайд. Вот мы к нему готовились. Теперь как применять? Вы можете посчитать на вашем сайте у клиентов churn rate. Очень такой популярный термин сейчас в Big Data. Это вероятность, что человек уйдет. Человек уйдет. И нужно что-то делать. Для чего это считает churn rate? Потому что, если вы делаете маркетинговую рассылку или делать какую-то акцию маркетинговую, или там, я не знаю, произведарите, зачем вам всем дарить людям? Прежде всего, обращают внимание на тех, кто скоро может уйти. Вероятность ухода высокая. Вы делаете классификатор, вводите данные клиента и определяете на основании данных. То есть, ушел клиент, не ушел, вы определяете. То есть, вы учите модель определять, уйдет клиент в ближайшие перспективы или нет. И затем действия вашего маркетинга направить только на тех, кто готов уйти. Так делают телекомы. Недавно вот у Яндекса World of Tanks, World of Tanks, знаете, игра, танки. Они заказали у Яндекса анализ данных клиентов и те им вернули список клиентов, которые готовы уйти. И те провернули с ними маркетинговую акцию. Сэкономив деньги, не со всеми проводя, понимаете, только с ними. Этот анализ вы сами можете сделать. Довольно легко. Дальше смотрим. Customer Lifetime Value. Это стоимость, это объем денег, который клиент может вам привезти в компанию. Представляете? Приходит клиент вам в компанию, сделал три покупки, а вы уже знаете, что он вам там 100 тысяч рублей может принести. Это тоже довольно легко можно предсказать. И тоже на основании вводите данные исторические в систему, делаете там перцептрон или там дерево решения строите, или байс-классификатор, определяете, сколько денег вам клиент принес, там малое количество, среднее большое количество. Затем вводите данные нового клиента. Система говорит, этот клиент может вам принести там большую сумму. И вероятность, качество вероятности вы уже до этого научились считать. И когда у вас клиент готов уйти, а этот клиент у вас стоит дорого и может вам принести много денег, вы начинаете работать только с ним. Понимаете? Только с ним, не со всеми. В итоге ваши маркетинговые компании сужаются и становятся эффективными. Вы работаете только с клиентами, которые для вас реально важны. Допустим, вам когда-то клиент звонит в CRM, а вы переключаете звонок, например, на топ-менеджера, если этот клиент вам может принести много денег. Это как бы мы видим, что выгода от этого большая. И Запад сидит уже на этих системах. Банки, страховые компании, ритейлеры крупные, используют эти системы. В России только приходит это. Поэтому есть возможность понять и влезть туда, пока есть возможность, пока конкурентов нет. Дальше. Эффективность маркетинговой компании для человека. Вы берете несколько маркетинговых компаний, собираете по ним данные и потом для любого нового клиента определяете, насколько есть вероятность, что он отреагирует на эту рекламную компанию. У вас, например, 5 рекламных компаний в запасе. И вы потом, когда вам нужно стимулировать клиента, который готов идти, который ценен для вас, вы тестируете математически, на какую рекламную компанию он отзовется. Выбираете эту компанию, и, например, ему там подарок такой, а этому дарите второй товар в подарок, а этому, например, приглашать на партнерку его. И вы уже гарантированно знаете, что человек, скорее всего, приедет. Это важно. Дальше. Тренд лояльности клиента. Я об этом уже говорил. Это модели Маркова. То есть вы отслеживаете внутреннее состояние клиента в системе по его внешним действиям. И, соответственно, если у клиента тренд ухудшается, его внутреннее состояние ухудшается, например, тренд лояльности падает, вы предпринимаете действия, используете эти механизмы, например, выбирая маркетинг в компании. Цена, объем закупок. Классическая задача. Прогнозируется объем закупок товара по, например, по частоте его продажи, по каким-то, ну, по кварталам, по кварталам смотрит, сколько он продавался, где продавался, и вы планируете объем закупок. Это обычно регрессор. То есть, как я говорил, цена квартиры определяется с помощью регрессии. Дальше. Похожие товары. Это уже про нашу систему классификации. Как найти похожие товары? Вы кластеризуете товары и говорите найти похожий товар на данные. Вы ищете кластер ближайший и возвращаете товары, которые больше всего похожи на меня. Ну, это как поисковик работает. То есть, это просто вариант алгоритма поисковика. Просто математическая аннотация, КНН. Дальше. Наша коллаборативная фильтрация, item-to-item. Кто пользуется нашей бигдатой, коллаборативной фильтрацией на сайте? Никто не пользуется пока. Пользуйтесь. Потому что последние три алгоритма мы используем. Мы там уже внедрили. Аксессуары. То есть, аксессуары коллаборативной фильтрации, item-to-item. Что это такое? У вас есть каталоги товара, и вам некогда давать аксессуары, например, к пиву, например, сухарики. Но некогда вам, значит, к пиву, чипсы. Вам некогда эти товары связывать. А не надо. Клиент, ходя по сайту, сам их связывает. В итоге у вас получается матрица. И у нашей бигдати мы такую услугу уже предоставляем, можете ей пользоваться. В итоге мы клиенту показываем аксессуары. То есть, пиво покупают сухарики. Пять минут. И это нужно. Потому что клиент видит, значит, что он купил пиво или положил в корзину, а внизу, значит, с этим товаром еще покупают сухарики и, не знаю, там что-то еще, и там другое пиво. И человек сразу покупает это и это. Это в наших интересах. Это машинное обучение надо использовать. Ну и последнее, наверное, коллаборативная фильтрация, которую мы сейчас используем в нашей бигдате. Это не совсем машинное обучение. Хотя нет, это машинное обучение. Но немножко с другой стороны. Коллаборативная фильтрация. Мы собираем информацию о связях между товарами и о пользователях. И мы можем вам рекомендовать товары, которые, скорее всего, вам интересны, потому что вы уже посмотрели другие товары, которые связаны с этим. Например, вы посмотрели два фильма «Звездных войн», а мы вам рекомендуем остальные. Вот как работает коллаборативная фильтрация. Либо более простое объяснение – это мы рекомендуем вам товары, которые также нравятся вашим друзьям. Мы нашли похожих на вас людей. Но ваши друзья эти товары уже купили, а вы еще нет. Скорее всего, они вам понравятся. В этом суть математики коллаборативной фильтрации. Наверное, кратко. Какой софт есть? Вы можете поиграться с алгоритмами с помощью RapidMiner, IBM, SPSS, SAS, на Python попрограммировать. Скажите, какой нормальный человек программирует BigData на Python? Никто. Это для игр. Ученые этим занимаются. Математики – да. Но для BigData не подходит Python. И вот мы сами будем использовать, я думаю. Мы Spark активно используем, но что-то оттуда возьмем. То есть нам сейчас… Так как нам это нужно все, мы будем это делать в облаке, нам необходимо все это считать в облаке параллельно. Для этого нужен Spark, MapReduce, и вот это вот межклассовое скрещивание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Тогда слушаю как музыку просто. Спасибо большое за доклад. Александр, подскажите, насколько быстро работает вот эта рекомендация на основе коллаборативной фильтрации? Очень быстро. Все данные находятся в памяти. И алгоритм… Я бы сказал, десятки миллисекунд он работает. Иногда сотни миллисекунд. Но в основном десятки миллисекунд. И все это кэшируется потом на день. Поэтому алгоритмы коллаборативной фильтрации работают быстро. Особенно если их предварительно рассчитать. Но они даже в онлайне, я бы скажу, работают довольно быстро. Единственное, у нас большая матрица, 18 миллионов товаров. Мы ее сжали до миллиона товаров. Благодаря чему лучше качество коллаборативной фильтрации. Но это уже тонкости я могу в кулуарах рассказать. Просто я сейчас не хотел грузить математикой сильно. Еще вопросы? Пожалуйста, еще вопросы. Все понятно, в общем-то. Ну, обычно да. Вопросов нет, либо если все понятно, либо ничего не понятно. В Сашном докладе все понятно. Поэтому, Саш, спасибо большое. Коллеги, мучайте его в кулуарах. Он здесь. ПОЗИТИВНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...